Всем привет, ребята! Сегодня мы с вами будем садить картошку в мешке. И для того, чтобы урожай был успешным, необходимо... Отметь мешок с картошкой, чтобы в августе мешок с картошкой не отымел вас. И поливаем. Я подготовил тут такое место, значит, небольшую выкопал ямку. Вот тут у меня есть картошка и мешок. Значит, что для этого надо сделать? Вот, посмотрел я на ютубе много разных роликов, как люди там сажают картошку в мешок. И решил, значит, тоже попробовать и провести такой эксперимент. Значит, со своим, конечно, методом. И думаю, что у меня получится из мешка картошки забрать мешок, не заморачиваться над этими грядками. Значит, как я буду садить эту картошку? У мешок ставится на дно такой небольшой ямки, чтобы было соприкосновение с самой землей. И высыпается туда земелька. Обычная земелька с ведра. Вот таким вот макаром. Вы насыпаете, значит, туда ведро земельки. Чуть-чуть притряхивается. Вот так вот таким вот образом расширяется, как бы, чтобы мешок был пошире, чтобы урожай был побольше. Бурьян мелкий выбрасывается. Потом мы с вами идем так вот в курятник за навозом. Значит, сходил я в курятник за навозом. Набрал 0,75 ведра. Вот. Это навоз. И его сюда, в это ведро. Вот так вот. Чик-чик-чик-чик. Вот так вот. Чтоб, короче, мало не было. Сюда навоза. Вот. И там его, чтоб руками не брать, перемешиваем его лопатой. Этот навоз. Вот. И потом присыпаем этот навоз земелькой. Еще раз. Обычной земелькой присыпаем навоз. И получается у нас такая консистенция. Мешок с картошкой. Мешок под картошку на дне удобрения. Органические. Я не хочу никакими биогумусахимическими добавлять. У меня их нету. Добавил обычного навоза. Вот так вот она там будет у меня лежать. Еще можно земельки добавить. Не жалеть. Вот. Это теперь о самой картошке. Сейчас отойдем в сторонку. Я вам покажу, как ее надо обрабатывать. Секрет, короче. Как же ж... Как же ж садить эту картошку, чтобы у вас получился вот из куста мешок картошки. На него есть такая картошка. Остатки пооставались. Я уже картошку свою посадил. Вот. И у меня пооставалось. Вот чуть-чуть осталось. Я решил сделать такой эксперимент. Значит, я сейчас вам покажу и раскрою секрет. Все вы знаете, что при разрезании картошки пополам увеличивается урожай. Урожайность. Что очень актуально для посадки картошки в эту... В мешок. Вот. Что мы делаем? Это такая китайская технология. Но она, может, и не китайская, ее из древних времен делали и наши люди. Вот. Вот такой делается поясок на картошке. Вот. Она не разрезается пополам, а делается специальный поясок. Вот. Тем самым стимулирует картошку расти еще больше росточков. Росточков и голосков. То есть, фактически, она, когда разделена пополам, вот, она начинает сохнуть, терять свою силу. А когда она не разделена, она пополам, а только подрезана чуть-чуть, она сохраняет свою силу. Вот. И дает большее количество росточков. В общем, сходил за весами. Вот. Сейчас мы это положим туда, переложим картошечку. О! И взвесим, сколько она, сколько она имеет килограммов. Чтобы знать потом, сколько мы посадили и сколько мы соберем вес. И сейчас из этого веса должен будет получиться мешок картошки. Так. Итак, взвешивание. Взвешивание. Так, чтобы вы видели, сколько оно весит. Значит, сколько оно весит. Сейчас, сейчас, сейчас. Так. Полтора кила. Полтора кила оно весит. А ну, сейчас еще раз посмотрим. Не, не полтора. Два кила. Два кила. Это, короче, я весы неправильно держал. Два кила получается вес. Вот так. Сейчас пойдем садить. Я подружился с кротом. Короче, он мне копает землю на рассаду. Вечером я его норку отрою. Утром прихожу в ведро земли. Пушистой, хорошей. Какая как раз нам понадобится для посадки картошки. Вот ее тут и набираю. Так вот, крупно на меня работает. Набрал, значит, земли в норке крота. Вот. Теперь будем садить картошку. Сажу картошку по своей технологии. Нано. Нано технология. Значит, садим картошку. Садим картошку эшелонами. То есть, этажами. Вот. Вот таким вот образом. Сейчас я вам ближе покажу. Вот. Садим по три картошки. Так, чтобы было понятно. Три картошки. Вот так вот. Бог любит троицу. Поэтому садим вот таким вот образом. И присыпаю ее земелькой. Треугольник смотрит от меня. То есть, тут туда смотрит, а тут вот такая вот линия. Вот. И чуть-чуть подсыпаем рыхлой земелькой. Ой, и той земелькой, которой у крота накопали. Обязательно той земелькой, у которой крот копал. Потому что она влажная, рыхлая и вся переработанная. Картошка такую земельку любит. Вот. Присыпали. Чуть-чуть подвернули мешок. Вот. Присыпали, присыпали. Заравняли. Теперь берем следующие три картошины. Берем следующие три картошины и садим треугольником на меня. То есть, уже в тот раз было так, а в этот раз садим так. То есть, получится такая звезда. Вот. Какой в этом смысл? Картошки по вертикальным линиям, они не пересекаются друг с другом. Вот. И получается, у них будет вверх пространство расти у каждой картошки одинаково. Все. И дальше. Подсыпаем земелькой. Сейчас я это ведро возьму. С ведра буду подсыпать. Посадили два этажа, два яруса. Садим дальше. Садим дальше картошку. Третий ярус. Значит, первые два яруса садили треугольником. Ярус садим квадратом. Раз, два, три, четыре. Так вы визуально помните. Значит, сейчас я вам покажу. Вот так вот получается. Визуально вы должны помнить, где картошку садили. То есть, чтобы те ростки, которые будут расти, вот, они не пересекались друг с другом. Вот. Таким образом, много будет этажей. И картошки в каждом этаже будет где развиваться и расти вверх. Вот. И присыпаем земелькой. Если там ярус на ярус попал, ничего страшного. Вот. Поэтому не стоит переживать. Садим дальше картошку. Мешок. Следующий слой. Как слоеный пирог. Вот. Она у нас, эта картошка, будет расти. Вот так вот я примерно помню, где я садил. Вот. Теперь здесь садим. И тоже присыпаем земелькой. О! С лопатой. Смысл в чем, чтобы было много этажей, и на каждом этаже было пространство для развития этой самой картошки. Тогда у вас точно получится из мешка картошки, из двух килограмм, или из килограмма картошки, получится мешок картошки. Вот. Посадили, да? Теперь по краям можно посадить. В центре мы много садили. Теперь можно по краям посадить вот так вот. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Вот. И сверху. Вот так вот получается. Такая картина получается. Сейчас покажу вам. То есть, у каждой картошки есть пространство, куда расти и где развиваться. Вот и все. Присыпаем земелькой. Еще одна тут есть. Даже если они будут пересекаться, ничего страшного. Они найдут место, куда им расти. И все это дело засыпаем. Засыпаем земелькой. Там я в интернете смотрел, как люди садят картошку в мешок. Они, значит, это подворачивают постепенно по мере роста картошки. Подсыпают земли и подворачивают в мешок. Этого делать не надо. От этого урожая не увеличится. Картошку не обхитришь. Она имеет свой вегетативный период. Вот. Таким вот образом мы засыпали картошку. Так вот она у нас выглядит. О, сейчас я вам покажу. Это все. Складываем. Все это. Вот такой вот получился мешок с картошкой посаженной. Сколько там было килограмм. Вы видели на весах. Растет она в несколько этажей. Находится вот в таком вот, в такой небольшой ямке. Тут при необходимости можно будет засыпать. Вот. Либо еще можно будет сделать небольшие дырочки внизу мешка. Чтобы был контакт, короче, с землей и с влагой. Вот. И смысл в том, что ее не надо будет прорывать сорняк, бурьян. Вот. Поливать ее надо будет. Колорадский жук ей не страшен. Подошел, если он там появится. Вот. Быстренько его убрал и все. Поливать удобно. Первый у нас слой картошки находится где-то тут. Второй слой где-то тут. Третий, четвертый, пятый. Вот так вот примерно они. Ну, сколько я там слоев сыпал. Треугольничком, квадратиком, кружочком и еще там один. Так вот оно все тут заполнено картошкой. По три, по четыре картошки в кусту. И она будет расти вширь. И таким образом в августе я этот мешок просто положу на плечи. И понесу просто его в подвал. Вот и все. Весь секрет. Вот. И так в этом мешке очень много будет такая вертикальная грядка для картошки. Очень много будет расти картошки. Значит, в августе, когда там поспеет картошка, я вам покажу урожай, который я соберу с этого мешка. Здесь я вот сделал самодельный капельный полив из пятилитровых бутылок. А рядом у меня профессиональный капельный полив. Вот. Сделанный мною позавчера. Тут у меня, значит, кусты помидоров, вот, капуста и перец растут на грядке. Также у меня вот тут вот рядом грядка для клубники в трубе. Вот. И для того, чтобы урожай был успешным, необходимо... отметь мешок с картошкой, чтобы в августе мешок с картошкой не отымел у вас. И поливаем. Итак, картошка в мешке. Значит, вот мой мешок. Вот. Вот мой мешок. И в нем растет, в мешке, растет вот такой полметровой высоты картошка. Как учено. Вот так вот, таким вот макаром. Ведра оказалось мало. Сейчас мы еще одно сходим за ведром. Еще одно ведро туда насыпем. О, так вот получается. Между ведрами возьмем еще зеленого удобрения и польем картошечку. Туда вот так вот. Раз. Вот. Два. Вот так вот. Давно я ее уже не поливал. Сейчас мы ее и удобрим. Вот таким вот образом. Раз. Два. И вы соберете с такого мешка вот такую, вот такую вот картошку. О, кастрюлю туда все вылили. 10 литров. И все. Лишняя водичка стекает. Вот. А мы земелькой подсыпаем. Короче говоря, 1 сентября. Все пошли в школу. А я в школу не пошел. И пошел собирать урожай картошки в мешке. Значит, я пришел и посмотрел листья. Листья сухие. И бодилья сухие. Тут все сухо. Короче, уже пора собирать урожай картошки. Я пришел, подготовил вот такое вот ведро, таз. И цель моего эксперимента узнать, можно ли вот с такого мешка собрать мешок картошки. Сейчас мы и проверим. Сейчас мы этот мешок разберем и посмотрим. Посмотрим, можно ли собрать с этого мешка мешок картошки. Длинные стебли получились и не хотят оттуда вылазить. Видно, они там хорошо сидят. Видно, большой урожай картошки. Сейчас мы вытащим и посмотрим, что же там получилось. В общем, я пошел вынимать картошку из мешка. Посмотрим, какой будет урожай. Так, берем, значит, этот мешок картошки. И, кстати, кто интересуется классными беседками, вот на таком вот этапе у меня беседка. Я поставил каркас, поставил перила и поставил укосины слева и справа. Вот на таком уровне сейчас строительство моей беседки. И сейчас буду приступать к строительству крыши под небом голубым. Ложим. А, он весь уже порвался. Он весь уже порвался. И мы видим изнутри картину. Какая картина получается. Сейчас я вам поближе покажу. Значит, картина изнутри мешка картошки. Что тут получается? Собираем. Мешок сгнил. Хороший был мешок. О, и собираем картошку. Ну, это маленькое ведро. Вот, и кротошпателем расчищаем земельку. И ищем тут картошку. Может, параллельные крота найдем по дороге. Сильно маленькую картошку брать не будем. Мы ее оставим в земельке. Может, вырастет на следующий год. Так. Что мы видим? Вот. Видим. О, первая картофелина. Большая. Сейчас будем сюда кидать. Что у нас тут получается? Получается, что средний размер картошки примерно как посадочная. Вот такого вот размера не очень большая. Старая картошка, как вы видите, сгнила. Мы ее выбрасываем. И собираем картошку оставшуюся. Ну, факт, вот этот эксперимент. Результат этого эксперимента, что картошку в мешке вырастить можно. Вот видите, она прямо так это слоями там наросла. Вот, гнилая. Вот, вырастить можно. Вопрос второй. Сколько? Сколько можно вырастить картошки в мешке? Вот. Немного, конечно. Первый эксперимент. И что-то в основном посередине она. Я садил несколько ярусов, а картошка основная посередине. Вот, там еще он есть. А, выше еще есть. Сейчас посмотрим. О, сейчас мы раскопаем и посмотрим. Вот уже столько собрал картошки. Я уже примерно начинаю формировать свое мнение. Сколько я тут посадил и сколько я тут собрал этой картошки в мешке. Вот. Дальше идет одна земля. Картошки пока не видно. Может появится. Вот, появилась, появилась. Так. Сейчас мы кротошпателем разрежем этот мешок. Он уже сгнил. Мешок сгнил. За зиму жалко. Хороший был мешок. О, тут еще есть картошка. Маленькая и большая. Короче, поливал я тебя, поливал. И собрал я с тебя урожай. Собрал. Так. Что тут у нас есть еще? Маленькая картошка. Наноэксперимент. Вон еще одна. Вот. В общем, что, ребята, сказать. Метод работает. Вы видите, сколько я картошки собрал с мешка. Сколько я посадил. И сколько я собрал. Вы видите, метод работает. Картошка растет в мешке. Только ее результат не очень большой. То есть есть крупная такая вот картошка. А есть очень мелкая такая. То есть, если вы китаец, то вам ничего другого не остается, как выращивать картошку в мешке. Земли в них мало. Не приходится заниматься такой вот гимнастикой. Так, а тут что у нас? Тут у нас что-то есть. Есть ли у нас тут что-то? Вот. Мелкая попадается. Мелкая. Покусайте меня пчелой. Так. А тут что? Тут что-то есть. Или тут ничего нету? Ох. А, тут перегной. Кажись, я перегной ложил. Я уже не помню. А может и не ложил. Кажись, ложил. Ну, тут он как был этот перегной, так он и остался. Вот. Картошкой тут не пахнет. Картошки тут нет. О, тут все. Ничего тут нету. Больше, я так понял. Кратошпателем засыпаем земельку. Вот. Больше тут картошкой не пахнет. Пахнет только перегноем. Сухим причем почему-то. О, еще одна. Значит, результат. Результат этого эксперимента. Сейчас я вам скажу. Может, еще тут что есть. Клад найдем. Нету. Всем, кстати, ребята, кратопривет. Кому обещал передать. Всем кратопривет. Значит, результат. Оглашаю вердикт. Посадил я, значит, картошку в мешке. Сколько я садил, вы сами видели. Вот. А собрал Вот такое вот количество картошки. Дно закрывает. У нас дно закрывает. Значит, метод работает. То есть, в принципе, в трубе, в мешке, в бочке и в любых других вертикальных грядках можно что-то вырастить. И даже, в принципе, большую можно вырастить картошку. Вот, похоже на такие вот штуки. Значит, овальные. Вот. Вот. И получается, что с этой картошки можно сварить хороший борщ и наесться вдоволь. Один раз, правда. Один раз. То есть, с мешка... Не, ну даже, может, два раза. А может, даже и три. Короче, с мешка картошки нужно сварить три раза борщ. Вот это такой урожай. В принципе, мое мнение такое, что больше картошку в мешке садить я не буду. И вам не рекомендую. Почему? Потому что картошке нужна земля, природные условия, развитие витамины, апельсины. Вот. А в мешке тесно. Она там плохо растет. И урожай, получается, есть. Ну, не очень большой. В принципе, что посадил, то и собрал. И, как вы видите, даже в мешке, видите, медведка. Медведка. Сейчас я ее возьму, покажу вам медведку. Маленькая. Видите? Даже в мешке живет медведка. Вот так вот. И жрет картошку. Вот такие дела, ребята. Все. Подписывайтесь на мое видео. Буду держать вас в курсе нанотехнологий. Будем ловить медведок и всех остальных зверей. Всем привет! Подписывайтесь на мой канал. Субтитры создал DimaTorzok Продолжение следует...